Россия сказал, дальше едешь, тише будешь. Кто сказал это? Не поверчать Аркадьевич. Пётр Аркадьевич Столыпин. Вот как его укращал. Тише едешь, дальше будешь. Это потихоньку, не торопись, не опрокинься. А вот дальше едешь, тише будешь. Утешать, то есть уговаривать, успокаивать, а утешать делать более тихим. Тише будешь. Грамматика. Богатый русский язык. У вас таланты какие есть, вы как-нибудь сядьте и посмотрите, какой у вас талант. И как этот талант прибыток, чтобы дал. А если не дал, вы знаете, что было? Какой диалог получится? Почему он пошёл, раскопал в платке, вот тебе твоё, я знал, ты злой и жестокий господин. Жнёшь, где не сеял. И что? Где не прятал, берёшь. Ну ты знал, я же злой и жестокий. Почему ты не отдал его? Почему бы монахи просидели? Всё объясняется. Посты все объясняются. О рождественнике родился Христос. Слава Вышли Богу на земле мира. Пасха. Христос воскрес. Смерть побеждена. А Петров, посты не там, там яйца разрешаются. Петров-то пост ничего этого не сулит. Он только для одного, чтобы шли на проповедь. Он не оправдан, его отменить надо. Или восстановить, для чего он есть. И помолившись об апостоле Петре, там Иоанна, отправили в путь. Это готовность, лишний вес сбросил. Я иду проповедовать. Петров пост, это побуждение к свидетельству. И когда его не исполняли, это обошлось в несколько миллиардов жизней. Я работал над этой темой самостоятельно. Да какие? Людей-то миллиарды не были. Не были, а в общей сложности, да. А как? От Адама сколько людей умерло? Сто. Один вопрос. Сто. Сто миллиардов. Сто миллиардов. Больше ста миллиардов. Так вот, мусульман сегодня 2 миллиарда. Почти 2 миллиарда. Христиан 2 миллиарда 450 миллионов. Если бы проповедовали, 2 миллиарда мусульман, были бы 2 миллиарда православных. А это абсолютно. Там люди такие добрые, любят детей, стариков, помогают друг другу. Почва подготовлена была, а главная движущая сила, проповедь, в семя было затолканное сидеть. Мона, моно значит один, моно, монолит. Ну, много слов. Господь не учил этому. Мне понравилась проповедь митрополита Кирилла Гундяева, когда он был еще митрополитом, Смоленским, Калининградским. Он говорит, миссия это движение. А тут как, сиди, брат у меня был на Апоне, кажется, ездил отец Аким. В келье разговаривать нельзя, в дороге нельзя, в столовой нельзя. Зачем тогда я ехал сюда? Вообще нельзя. Вы в это верите? Однажды у Феодосия-старшего возникла нужда. Два сына, Аркадий и Гонорий, подрастают, и он решил государство разделить на обещастие каждому сыну. Но он верующий был. Найти человека, который даст такое образование, чтобы веру знали, Библию, все знали. И мирское знали, и математику, и астрономию, поэзию. Перемолотили всю империю свою, половину нету. Он говорит, давайте к соседям обратимся, вторая половина, которую он же устроил. И там нашли одного, как его звать? Есть такая книжка, его имя называется. Арсений Великий. Арсений. Арсений Великий. Он знает все науки и божественно знает. Они идут. Его уговаривали, ну представь, ты научишь их. Две империи будут по-настоящему культурными, не будет вражды. Ну что ты? Закопал таланта, и он согласился. Ему сразу звание министра образования. Главный советник у царя, высшая зарплата. Я бы своими словами хочу сказать где-то. Ну дети есть дети. И они однажды еще что-то сделали, не написано что, но провинились. Он говорит, однажды он зашел перед этим, отец, а он стоит, как у нас в школе. А они сидят, он посмотрел, а у вас что тут происходит? Ну занятия идут, ваше царское величество. А кто преподает? Да я ваше царское величество. А это кто сидят? Да царское величество. Это ваши же дети, Аркадий Гонорий. Перестаньте. Зачем они мне нужны, когда учитель стоит, они сидят лодыри. Как они будут руководить народом? Встать! Чтоб больше этого я не видел. Садись! Вот как разговаривать надо-то. И однажды Аркадий сделал что-то не то. И он его так отпорол, что рубцы остались на всю жизнь после свадьбы. Он только вышел, рыдает, скажет, только умрет тяка, я убью его. Ну, тяки звали старшего, мы так же звали. Папы не было, папа один в Риме. А тут все рвутся на папскую должность. Папа. Папуасы. И что? Даша-то что было? Он говорит, как только умрет отец, видимо он заболел или что, ему ночью кто-то явился. Ну, какой-то монах, видать, умерший. И говорит, тебя убить хоть хотят. Переоденься в нищего, охрана тебя выпустит, завтра хватится, а ты далеко уже будешь. Спрячься. Скройся и молчи. Кто-то там, непонятно кто. И он так и сделал. Где-то залез. Данное было указание перемолотить все пустыни, найти. Нигде нет, а он отдельно. И не разговаривает, говорит, он глухонемой. И он никогда, ни с кем не разговаривал. Богатая графиня какая-то приехала, привезла там ящики золота. Это сотню лет можно питаться где-то. И когда дело доходит ей, она коваривается, благословите ее все. И как? Ну, помолите, чтобы меня не забыть. Я буду молиться, и ответил ей, чтобы забыть тебя сразу. Ходите тут. Она пришла к епископу, он разрешил. И вы, владыка, разрешили. Он так сказал. Ты глянь на себя в зеркало. У тебя возраст какой? Она говорит, да почти 50 лет. Ты же красавица 18-летняя. И он ей говорит, чтобы забыть тебя. Он же мужчина. Так он ни меня не прогнал? Нет, конечно. Он молиться будет. Когда считаешь житие святых, это не просто какая-то трудность, а радость. Насколько это жизненно было в то время ему. И он прятался. И вот один услышал про него мудрость и пришел. А тут у него прислужник. И вот он его спрашивает вопрос, а он не отвечает. Ни на один. Как я в милиции. Очень похоже. Ни одного вопроса. И он вышел, говорит, такую даль по пустыне шел. И ни слова не ответил. У него обед не разговаривать. Ты не обижайся. Давай вернемся назад. А я ему скажу, какой ты огорченный. Ну и что? А твою горечь он не перенесет. Как Серафима Саровская, когда он прятался от людей. А детей любит. И стали с детьми приходить. И тогда дети его в траве искали и кричали, Серафимушка! Ой, а вот он где! Вот у него такая же история была. Вернулись. Он говорит, очередь там как назвал. Отец. Вот приходил человек издалека, вы не ответили. Он так огорчился. Огорчился. Зови его сюда. А он за кельей стоит. Ну и давай беседовать. Все вопросы ответил. А там был один Моисей Мурин. Разбойник. Громадная сила. И однажды он обратился и стал верующим. И напали воры как раз на него. Он обоих шип, связал, как вязанки через плечо перекинул и поволок их туда на суд. Представь себе, два мужика висят с двух сторон, руки и ноги связаны, да и они не мальчики какие-то. И к нему кто бы ни пришел, он накормит, напоит и в карман положит. И вот кто-то решил узнать, кто Богу дороже, Моисей или Арсений. По-монашечки-то. Тут уж понятно. И вот кому-то было видение. Плывут две шхуны. Ну, как все, по-темнему сказать, лодки большие. И вот на одной стоит Арсений. И паруса надувает Дух Святой. Хотя Духа Святого не видать. А вот у Моисея также лодка идет, но грибцы угребают, это ангелы. То есть, хоть какой он добрый, но не монах. И кто-то сказал, самый плохой монах лучше самого хорошего мирянина. Потом, спустя столетия, они признали безумные слова. А они погубили многих людей. Поэтому на меня нападают монахи не зря. Я говорю, что это антиевангельская выдумка, чтобы прятаться. Даже намека нет на это. Я делаю сравнение вот перед тем, как уехать куда-то. Мы вот поехали. У вас дети есть? Вы сразу здесь наказали. Смотрите, не забудьте, кормите птицу. Кормите там. Ну, последний наказ какой? Значит, они все передохнут. И Господь, уходя в небо, говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Марка 16, 15. Ну-ка, повторите. Веруйте по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Понятно? Вот так, в виде полуигры, можно многому научиться. Как святую очередь? Последнее, самое важное. Так а мы забыли. Дух придет святой и научит вас и обличит мир. А в чем обличит? Молчок, Дух Святой, когда найдет и что-то скажет, обличит, в чем кого? Что не веруют. Что не веруют. О грехе и о правде. О какой правде? О Божьей правде. Так, что, малыш, чувак, какой? Я по-другому хочу. Дух Святой обличит о грехе, о правде. О какой правде? Не знаю, послушать придется. О грехе и о правде. О грехе мы узнали, что не веруют в меня. Это главный грех в мире. Раз он не верит, все позволено. Насиловать, бросать, разводиться, воровать, материться, убивать. Все грехи мира. Отчего? От неверия. Я вот много судился и пришел к твердому убеждению. Судьями следователи могут быть только верующие. Независимо от того, кто они. Буддисты, какие там есть. Лишь бы верили, что будет суд Божий и за это придется отвечать. Юрий, как, правильно, нет? Абсолютно верно. Еще. Абсолютно верно, Игнат Сихонович, но здесь еще важно, чтобы здравый смысл был. Я к тому говорю, что судьей неверующей не может быть. Взятки, что угодно сделать. Почему? Судьи, это вечерние волки. Ну, вот ранее оставляющие сапония говорит об этом. О правде. О правде. Какой правде? Божьей. Божьей. Да? Понятное дело, что... А какой правде-то? Дух Святой облещит мир о грехе, а облещит о правде. Что? А потом о суде. Вот три дела, которые Дух Святой делает на земле все время. Говори. О грехе. Что я иду к отцу. Что я иду к отцу. Говорит о правде, что я иду к отцу. Кто сказал? Ну, спаси Христос. Ну, он не волазит с моих ресурсов. Веселая улыбка, да. Что он умер и воскрес. Первое, сатана делал так, а его украли. Сегодня два миллиарда сразу. Нет, он не умирал, это другой, а этот живой остался. То есть, его не убивали, то есть, самый главный. Грех берут на себя, они не верят, что он идет к отцу. Но что он придет скажет? Первое, что Иисус, явившись на небо, образно сказать, он показал раны свои. Отец, я умер за грехи людей. Вот, родимся мы, когда от вас родятся. Я умер за всех. Прости людям грех первоначальный, что дальше было? Прости, чтобы, приходя к тебе, не получили прощение. Это я вам Златус объясняю так. Я суде. Какой суд? Дух Святой обречает об этом суде. Многие не верят в это? Ну, в каком суде? Слово Божие будет судить в последний день. Нет, 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 какой-то суд, который Дух Святой не обречал раньше, а тот обречит. В день Пятидесятницы. Мы считаем, в 86 об этом мы считаем, Иван Ильич Янов. Так, ну, ладно, там Николай руку высоко поднимал. Говори. Князь мира сего осужден. Князь мира сего осужден. Аминь. Сто процентная пятерка. Вот видите, среди вас нашелся только один, который смело сказал, почему он работает с Евангелием. Помолитесь о нем, чтобы болячки его не трогали. Он мне очень и очень помог. Охота, чтобы дальше он, остатки моих материалов, да, наверное, все не перебрать. Ну, долго перебирать все. Он громадный, просто не в полном роте идет работать. Делает открытые мои стихи, проповеди, ответы. Он берет готовый материал и дальше выделяет все это. О грехе, о правде, о суде. О грехе о каком? Что они веруют? Что и что, сумер, за грехи людей. Это главное, о чем мы говорим. Люди не знают этого. Мы говорим, не буддисты, не знают об этом, никто. А в правде? Какой правде? Плохо сидел-то, он с лукой заигрывал сидел. Ну, не мешай. Накормить тебя луком-то, ты бодрый был. Ну, подскажи там ему, разрешается. Что я иду к отцу. Так. Что я иду к отцу? Что я иду к отцу? Дальше. Я судья. Кто осужден? Князь мира всего осужден. Кто он князь? Как его звать? Князь мира. Дьявол. Дьявол. А еще? Сатана. Сатана. А еще? Лука. Лугавый. Что ты сказал? Он говорит, лука. Лукавый. Лукавый, лукавый. Лука нет, а Рима просто. Ну, туда нет. Есть лук. Еще как их называют? Демоны, бесы. Лев Толстой, как их называют? Вильзевол. Лев Толстой называют, черти. Эклеп, ты сполкуешь? Не принято. Вот интересно, ребенку накажут, да ты его похлопай по попе. Попе нету. Ребенок познал, когда это взял, милый пошел писать по всем запорам, жопа, жопа, жопа. Все ради, в немилость попала буква Ё, ее нету. И не знаешь, как считать правильно. А как говорит? Да совсем не говори. Уши растут сзади, на спине. Я вспоминаю смерть Яна Гуса, гус на костре. Кто написал стихотворение это? Тютчев. Тютчев. Кто может рассказать его или частями? Четыре ванна подбиваешь. Александр, не трожь его. Гус на костре, что собственную кровью, Христову кровь он отстоял для них. Вот я одну срочку читаю. И вот когда проезжал, это пишет Милош Кратахвилл, писатель об этом, проезжал через 70 лет по Чехии, кардинал католический. И говорит, средняя католическая женщина в Чехословакии знает лучшую Библию, чем средний католический священник. Вот и все. Средняя взята. Понимает, он отстоял. Его же вызвали, когда на суд он получил грамоту от императора тогдашнего. Не император, он назывался так-то там, князь или как? Курфюрст. Как? Курфюрст. Ну, может быть, Курфюрст. Это немецкое. Курфюрст. Вот. И отказался от всего, его казнили. И к нему однажды приходит, день за днем убирает там один. Ну, видно, что сторож. И говорит, а как вы считаете, вот хлеб, который берут при счастье, а его потом там там дробят. Он остается хлебом? Он так посмотрел и понимает. Дворник эти вопросы не задаст. А это переодетый кардинал. Он говорит, делается хлеб телом? Настоящим, да. Но это уже не помогало. Когда Лютера не встал, он папе написал письмо. И говорит, когда меня не будет, вы поймете, как меня вам не хватает. Я эти слова беру к себе. Когда меня не будет, вы поймете, как меня будет не хватать для вас. Это я к папам говорю. Сережа, спокойен будь. Тебя Господь просвещает. Ну все. Лекция закончилась. Вылажим. Сейчас пойдетам...